Одному из корпусов 13-й школы ни много ни мало 106 лет. Его построили в далеком 1918-м. Учебное заведение появилось в Барнауле по инициативе известного просветителя Василия Штельки. Старый корпус, а более современный построили в 1956 году, уже давно требовал ремонта. К тому же эту часть здания признали аварийной. Детей временно перенаправили в другие барнаульские школы. В марте начались строительные работы, причем делать капиталку решили во всем здании. На это здание выделено на сегодняшний день из городского бюджета порядка 40 миллионов рублей, из которого 35 – это общестроительные ремонтные работы и 5 миллионов – это оборудование и новое оснащение. На прошлой неделе строители завершили монтажные и отделочные работы на втором этаже старого корпуса. Здесь установили системы отопления, освещение, облицованные оконные блоки, в школьных кабинетах покрыли пол. Основные работы сейчас ведутся на первом этаже в холле, спортивном зале и кабинетах. Планерки с подрядчиком и всеми ответственными лицами на объекте проводят каждую неделю. Вы даете оценку, что мы с вами работаем по графику. Согласно графику, школу должны сдать 15 августа. Причем родителям учащихся пообещали не просто капитально отремонтированное здание, но и оснащенное современным оборудованием. Все контракты на поставку оборудования и мебели заключены. Уже частично здесь идет сборка мебели, оборудование тоже все находится здесь в городе. Поэтому на сегодняшний день пока нет оснований для какой-то тревоги, что мы из графика и из тех сроков, которым мы идем по контракту, они будут нарушены. Руководство учебного заведения внимательно следит за всеми изменениями, которые происходят в школе. А вот для родителей с детьми объект закрыт для посещений. И то, как будет выглядеть школа, пока сюрприз. Татьяна Голубева, День Столком. Татьяна Голубева, День Столком.